Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, с творческими людьми. Соломон, Джозеф Соломон, дата рождения 16 сентября 1860 года, умер в возрасте 66 лет, 27 июня 1927 года. Соломон Джозеф Соломон, британский художник, один из основателей нового английского художественного клуба, член Королевской академии художеств, президент Королевского общества британских художников. В годы Первой мировой войны, несмотря на возраст, служил в армии наблюдателем и техническим советником и внес заметный вклад в развитие камуфляжа крупных объектов. Я цитирую википедию. Родился 16 сентября 1860 года в Лондоне, учился в различных местах. В школе изящных искусств Хиттерли, в школах Прикоролевской академии художеств, позже стал его членом. Окончил Мюнхенскую академию художеств и Парижскую национальную высшую школу изящных искусств, где его учителем был известный академист Александр Кабанель. Первая выставка работ Соломона состоялась в 1881 году. Уже через пять лет, в 1886, он стал одним из основателей нового английского художественного клуба, а в 1896 году стал ассоциированным членом Королевской академии художеств, в 1906 полноправным. С 1919 года и до самой своей смерти был президентом Королевского общества британских художников. Соломон скончался в 1927 году, 27 июля, в городе Биршингтон, графство Кент, похоронен на еврейском кладбище в Лондоне. Родился в еврейской семье, у него была сестра Ильи Делиса Джозеф, которая тоже стала художницей, племянник Соломона, американский драматург Мос Хар. Основное влияние на стиль творчества Соломона оказал его учитель Александр Кабанель. Но также Соломон не отрицал, что еще на него повлияли работы художников Фредерика Лейтона и Лоуренс Альма Тадемы при Рафаэлитов. Поначалу Соломон писал портреты, чтобы зарабатывать себе на пропитание, а затем стал писать драматические картины на мифологическую и библейскую тематику на больших холстах. Приобрел известность как портретист, работающий в нестандартной манере. Многие известные современники заказывали у Соломона свой портрет. Это архитектор Астон Уэбб, король Георг V, королева Мария Текская, принца 28-й, химики Людвиг Монт и Рафаэл Мелдола, политик Джеймс Рамсей Макдональдс и писатель Джейм Клапко Джером. В 2009 году картина Соломона, Соломона Ева была продана на аукционный кризис за 1 167 128 долларов. Как я уже говорил, с началом Первой мировой войны 54-летний Соломон ушел служить в звании рядового, числался в добровольческом подразделении художники-стрелки. Он сразу же начал продвигать свои идеи о маскировке на войне, сначала в прессе, затем напрямую к высоким армейским чинам. Ему было дано задание немедленно начать производство маскировочных объектов во Франции. Присвоили временное звание подполковника для бедпрепятственной возможности выполнять свои новые обязанности. В мае 2016 был отправлен в Англию с заданием заняться камуфлированием танто. В декабре 2016 Соломон основал школу камуфляжа в лондонском гайдпарке. Ну вот так вот вкратце о художнике из Англии, который был одним из основателей новоанглийского художественного клуба, членом Королевской академии художеств, президентом Королевского общества британских художников, Соломон Джозеф Соломон. Пока-пока, до свидания, смотрим его работы.